В ночь на 30 июня в российском городе Нижний Новгород начался сильный пожар на территории, которую российские источники называют складами площадки по утилизации отходов. Российский паблик Шот написал, что на площадке якобы горят цистерны с лакокрасочными материалами и, возможно, газовые баллоны. Жительница Нижнего Новгорода рассказала журналистам местного издания о звуках, похожих на взрывы, которых она насчитала 7 мощных и около 40 более слабых. Дым от воспламенения виднелся за много километров. Россияне жаловались, что их страну постиг флешмоб пожаров. В телеграм-каналах они распространили видео масштабного огня, который местным спасателям долго не удавалось локализовать. Так губернатор Брянской области заявил, мол, российское ПВО этой ночью сбило 4 беспилотника самолетного типа над Трубчевским районом. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Глава Белгородской области тоже уверяла о ликвидации дронов, а вместе с тем и о том, что из-за удара БПЛа есть поражение в Гайвороне. Два из них якобы атаковали многоквартирный дом, где в двух квартирах выбило окна и обломками порубило автомобиль. Местные же писали о громких взрывах в Черемосиновском, Щегровском, Тимском, Солнцевском и Пристинском районах. Также говорили, что на северо-западе региона пропал свет. О пролете БПЛа сообщали и в Железногорском районе Курской области РФ. В Минобороны РФ утверждают, что в ночь на 30 июня их средства ПВО уничтожили 36 дронов ВСУ. В частности, 15 БПЛа якобы были сбиты над Курской областью, 9 над Липецкой, по 4 над территориями Воронежской и Брянской областей, по 2 – Орловской и Белгородской. Как сообщала boss.ua, в российской столице взялись устанавливать так называемые противодроновые сетки. Так в Москве пытаются защититься от украинских беспилотников, потому что на свои ПВО и РЭП уже не надеются. Субтитры создавал DimaTorzok